Друзья, привет! Добро пожаловать на Кухню Милой Хозяйки! Готовим потрясающе яркий, сказочно красивый торт, который называется «Цыганские тропинки». Нравится не только взрослым, но и детям. В нём пышный, очень воздушный бисквит, сметанное суфле и яркое желе. Скажу сразу, что рецепт не мой. Я всего лишь показываю вам те рецепты, которые нравятся мне, как я их делаю. И ни в одном из своих видео я не утверждаю, что я автор. А то снова посыпались обвинения мне в плагиате. Я думаю, что многих я познакомила с такими рецептами, которые вы даже не видели. В описании к этому видео указано количество ингредиентов. Для приготовления торта понадобится разноцветное желе. У меня здесь разных вкусов. Киви, вишнёвое, лесные ягоды, апельсин. Его нужно залить кипятком. На каждой я использую 200 мл воды. И отставляю в сторону, чтобы оно остывало. Желательно это делать накануне, чтобы уже было готовое желе. Я использую такое в Украине. Это фирма Мрия. Очень хорошее желе. И уже тогда на следующий день можно спокойно выпекать торт. Белки. Я их заранее отделила от желтков. Взбиваю со щепоткой соли до пены. И затем понемногу ввожу сахар. И буду уже взбивать до устойчивых пиков приблизительно 10 минут. Это моим миксером. Если у вас он мощнее, то возможно, что понадобится вам и меньшее количество времени. Муку я смешиваю с разрыхлителем. И просеиваю в белковую массу. И буду аккуратно замешивать тесто. Этот бисквит будет только на белках. Но потом в одну часть из частей мы будем добавлять желтки. Аккуратно перемешиваем, чтобы не сильно посадить белки. Такими уверенными движениями. Раз-два перемешали, чтобы просто мука вмешалась в белки. Всё, друзья. Теперь сюда добавляем растительное масло. Я его добавляю за два этапа. Снова перемешиваю. И эту массу нужно будет разделить на 4 части. Вот вторую часть масла я добавила. И снова быстренько перемешиваю. Получается очень пышная воздушная смесь. Вот такая примерно по консистенции. Делю на 4 части. Приблизительно на глаз. В первую часть я добавляю кисель. У меня это клубничный. Для того, чтобы получить розовый цвет этой части. Но вот у меня он получился не совсем такой розовый. Такой, знаете, бледноватый. Можно даже, если у вас есть, то добавить краситель розового цвета или красного капельку. Во вторую часть я добавляю какао. Просеиваю, перемешиваю. В третью часть я добавляю 4 желтка. И для более насыщенного цвета куркуму. Тоже всё перемешиваю. Эта часть у нас будет жёлтой. Затем в эту часть я добавляю пару столовых ложек муки. Для того, чтобы консистенция стала примерно одинаковой. И перемешиваю. В последнюю часть я добавляю пару столовых ложек мака. Обычного, сухого, не запаренного. Выпекать бисквит для торта я буду в круглой разъёмной форме. Дно застилаю пергаментом. Бока выстилать ничем не нужно. Для того, чтобы бисквит рос вверх. И теперь по принципу пирога-зебра собираю бисквит. Выливаю пару столовых ложек жёлтого теста. Сверху также маковое тесто. Затем розовое. И в последнюю очередь шоколадное. В принципе, очередность можно менять тут как угодно. Видите, как бы такой вроде бы розоватый цвет у меня этой части. Но потом, когда он испечётся, то, конечно, не ярко выраженный этот цвет. Я когда ела торт, которым меня угощали, то там прямо был красивый, яркий цвет. Но там хозяюшка добавляла розовый краситель. У меня его не было. Выпекаем бисквит в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут или до сухой шпажки. Время выпечки может отличаться в зависимости от вашей духовки. Бисквит немножко у меня остыл в форме. И далее я его полностью остужаю на решётке. Приготовлю крем для того, чтобы украсить сверху торт. Сначала я варю сироп. Сахар я смешала с водой. И кипячу минутки 3. Оставшиеся желтки я выкладываю в чашу миксера. Добавляю к ним ванильный сахар, столовую ложку обычного сахара. И всё это перемешиваю. И затем, когда сироп прокипел 2-3 минуты, сразу же в горячем виде, тоненькой струйкой, я его вливаю в желтки, при этом не перестаю взбивать. Взбиваю так, пока масса не побелеет. А затем уже добавляю сюда мягкое сливочное масло. Оно должно быть одной температуры с заварной основой. Кстати, основа уже должна к моменту добавления масла остыть. То есть, вы пробуете чашу миксера. Если она остыла, то только тогда добавляете масло. И всё это я взбиваю до однородности. И получается такой пышный глянцевый крем. Очень вкусный, кстати. Он такой ещё, видите, немножко живой. Но если его поставить в холодильник, он станет более таким устойчивым. Желатин я развожу холодной водой и оставляю его пока набухать. Желе, как видите, у меня прекрасно уже застыло. Я его теперь нарезаю на кусочки. Перемешиваю так, чтобы у меня образовались такие квадратики. Если сильно большие кусочки, то стоит их перерезать немного. И теперь я откладываю каждого цвета немного в тарелку для украшения торта. А все остальные части я буду уже использовать в наполнении. Для сметанного суфле буду использовать жирную магазинную сметану. В неё я добавляю ванильный сахар, сахарную пудру. Взбиваю до пышности. Набухший желатин я растопила на водяной бане и выливаю в сметанное суфле. Всё это хорошо взбиваю до однородности. Хочу заметить, что эту часть нужно делать уже непосредственно перед тем, как будете собирать торт. То есть, бисквит должен полностью остыть, потому что сильно быстро всё густеет. Сюда выкладываю все кусочки желе и перемешиваю. Если сильно застывает, можно слегка подогреть. Но помните, что вместе со сметанным суфлем может растаять и желе. Остывший бисквит разрезаю пополам. Так получается, что шапочка сверху, верхняя часть оказывается всегда более высокой. Но ничего страшного. Торт я буду собирать в разъёмном кольце. Диаметр такой же, соответственно, я установила 24 см. И внутренние бока я выстилаю цитатной плёнкой. Бисквит пропитываю чаем, обычным слегка сладковатым. И сюда выливаю сметанное суфле. Рекомендую дать ему немножко подстыть, потому что я спешила, когда выкладывала сверху второй корж. И у меня, видите, немножко суфле оказалось сверху. Но, в принципе, страшного ничего нет. Верхний корж тоже пропитываю чаем. Он у меня просто сладкий, с добавлением лимона. И убираю в холодильник на несколько часов для стабилизации. И когда уже полностью сметанное суфле застыло, только тогда вынимаю торт из формы и убираю плёнку. И затем уже покрываю сверху кремом, который мы заранее подготовили. И украшаю кусочками желе. Ну, как видите, ничего сложного в приготовлении нет. Как всегда, конечно, много этапов. Но всё это несложно. И если заранее ещё приготовить желе, то вообще никакой проблемы нет в выпекании этого бисквита. Ну, так, по крайней мере, кажется мне, что это не сильно такой уж прямо сложный торт. Всё, украшаю желе. И сразу же можно разрезать. Как видите, торт режется очень мягко. Бисквит действительно очень воздушный, пышный, пропитанный, сочный, мягкий, яркий. В общем, без преувеличения вкусный бисквит. Очень вкусно, в меру, сладкое вот это сметанное суфле. Ну, и, конечно же, эти кусочки яркого желе делают торт просто неповторимым. Как можете видеть, он прекрасно держит форму. Его удобно подавать на стол. Понравится такой торт и взрослым, и деткам. Я вас уверяю, потому что мои дети просто в восторге от него. Насколько он красивый, яркий, очень аппетитный. Ну, и очень вкусно, друзья. Обязательно попробуйте, выпекайте. Напишите мне свои отзывы в комментариях. Всё принимаю. Конструктивная критика будет вся рассмотрена. Так что, друзья, благодарю вас за лайки, просмотры, за вашу поддержку, за ваше понимание. Желаю вам мира, добра. Выпекайте, радуйте себя и своих близких. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok